Какая будет атомная масса следующего по сложности атома? Чему будет равна? Атомная масса? 6. Конечно, 6. Откуда берется шестерок? 4 плюс 2. 4 плюс 2 не удерживается. Еще один нейтрон, а один протон. Именно так, 3 плюс 3. Сколько протонов? 3 протона, 3 нейтрона. Общая сумма 6. Вот, чтобы разобраться, что начинать с этой стороны, придется нам повозиться с совершенно другой моделью. Уже не папа, мама и дети. Модель будет у нас другая. Жил-был пастух, завалил его ядро. Так, и были у него козы электроны. Пастух был немножко не в себе. Ну, здесь, я надеюсь, и по внешнему виду, понятно. Привязывал всех коз к одному колышкам. Он в серединке колышек забит. И каждая коза привязана резиновым шнуром к колышкам. Помню, что козы разные. Чем это чается? С силой. Сам садился на стульчике посередине. Сел он как раз в районе этого колышка. В руках ног держит. Дает ли пастух козы, но устанавливается хоть на секунду. Нет. Вечное движение. Теперь смотрим, а к чему это будет приводить. Если козе дать волю, то она, естественно, убежала. Но ее клей больно и приятно, она бодрала. В рамках атома, штурма и электромба, потянула и все. Но козу держит привязь. В этой модели привязь от резиновый шнурок, а в атоме, что это за привязь? Это силу притяжения. Сила притяжения какого? Гравиационного? Нет. Электростроительного. Сила взаимодействия разноименных зарядок. Посту гоняют, остановиться они не могут. При этом стараются держаться поближе к пастуху или подальше? Подальше. Подальше. А теперь давайте подумаем, у всех ли это получится одинаково хорошо? Нет. Коза-то равная. Энергии-то у больной козы мало? Поэтому сможет ли она сильно растянуть шнурок? Нет. Нет. У нее просто не выйдет. А у нормальной козы? Нет. Смотрите, траектория движения первой и второй козы будет спадать или будет отличаться? Отличаются. Отличаются. А как по-вашему, а Шварценеггер где будет? Еще дальше. А Шварценеггер еще дальше. В результате что мы получили? А мы получили интересную штуку. Сирия электронов должны крутиться в одной области пространства. Нет. А в зависимости от чего? От силы. От силы. От силы. От энергии. От энергии. Электроны в атоме распределены по энергетическим уровням. Первым считается уровень самый близкий к еду. Там будут сидеть какие электроны? С какой энергией? Самый низкая энергия. Самый низкая энергия. А самые внешние электроны, это электрон с какой энергией? Конечно, с максимума. А сколько всего максимум может быть энергетических уровней? По-вашему, от чего это будет зависеть? От энергии. От размера космоса. От размера космоса. От нашей ведра. Ведь от чего зависит количество электронов, которые данный атом включает в себя? От чего? Конечно, нитроны. Нитроны. Кто кричит? Ратроны. В результате самых тяжелых атомных, самых тяжелых элементов, там больше ста электронов на области. И они будут распределены уже на много-много разных энергоуровней. Это понятно? Ну а у простых элементов количество энергоуровней ограничено. Мы с вами будем разбирать, на самом деле, устройство атома не только первого уровня. К первому уровню относятся только два вещества, только два химических элемента. Как по-вашему? Может ли у водорода и гелия быть более одного энергоуровня? Ну-ка, давайте вспоминайте. У водорода нет, а у гелия может. Может, да? Там два протона, и они подтягивают два. Два электрона. На что сделают эти два электрона? Они будут дать в одной орбите. В одной орбите, откатая орбита. Которая будет находиться подальше от ведра или на сам близком расстоянии? На сам близком расстоянии. У водорода и гелия электроны на самом низком, на первом энергоуровне. А вот у всех остальных можно ли на этот уровень еще засунуть электроны? Нет. Нельзя. Элемент номер три – литий. Металл – литий. Атомная масса – шесть. В ядре – три протона, три нейтрона. Всего сколько электронов у литий? Шесть. Ой, три. Три. Три? Отлично. А вот теперь давайте подумаем, как они будут распределены по энергоуровням у лития? На разных уровнях. На разных уровнях. На первом, самом низком уровне, сколько у лития будет электронов? Два. Два. А на втором более высоком? Один. Один. Нет, у него всего три электрона. На первом энергоуровне, рядом с кедром, парочка, спаянная электронная облака. А вот на втором уровне, электрон с уже большей энергией, это второй энергоуровень. И у лития он будет в одиночку крутиться. Вот это понятно? Да. Ну, для начала более чем достаточно. Покрутите в голове эти модельки, которые мы с вами разобрали, если они для вас новенькие. Если возникнут какие-то вопросы, внимание, смотрим. На самом деле лучше всего, когда у вас по когу нашей работы возникают вопросы. Вот сейчас у кого-нибудь вопросы есть? Если есть, давайте. А почему у лития нет по разным лидическим уровням? А можно ли на первый уровень бить третий электрон? Нет. Нет. Ну вот смотрите, а этот на первом уровне будет два электрона, а на втором уровне один электрон. А именно так и будет на первом уровне в литии два, а на втором один. Дело в том, что, как по-вашему, какие электроны сначала притягивать ядро буют? Те, которые имеют большую энергию, или те, которые имеют меньшую энергию? Меньше. Значит, какие уровни будут заведомо всегда заполнены? То есть там будет столько электронов, сколько там вообще может? Первый. Первый, низкий. Поэтому на самом низком первого электрона два электрона, а уровень повыше в следующей ступеньке. А сколько может быть ядер максимум? А теперь подумайте, что вы сказали. Кроме электронов. А, энергоуровни? Я уже отвечал на этот вопрос. На самом деле у тяжелых элементов может быть много энергоуровни. Сипов? А вы знаете, когда снимают успешный фильм какой-нибудь, и когда касса у фильма оказывается достаточно велика, что делают производители этого фильма, продюсеры? Снимают его продолжение. Как будет такое продолжение называться? На языке Голливуба? Сипов. Пастух у нас, кроме того, что был слегка не в себе, был еще такой мечтатель. Сделан себе такой цирковой манеж. И теперь каждая коза, так вот, если коза имеет большую энергию, хочет отступить. У нее хватает сил, чтобы сильнее растянуть шмор. Что она должна сделать? Прыгнуть. Прыгнуть на следующую ступеньку. Может ли коза бегать между ступеньками? Нет. Нет. Поэтому переход с уровня на уровень возможен такой постепенный, плавный или только скачком? Да, если только скачком. Только скачком. Вот никаких промежуточных энергий у электронов не бывает. Если уж на первом уровне, то там сидишь. Если на втором уровне, то там сидишь. На третьем уровне, там сидишь. А козы же могли устать или? Это волшебная коза электроны. Мы говорили с вами, электрон никогда не останавливается. Как всегда, нашелся народный целитель. Пожалел больную козу, ей больше всего достается. Откорректировал ей по фотографии биополя. Очистил ей карму. Он избавил от тяжелой неправильной кармы. И накормил волшебными биологическими добавками. Ну и как по-вашему, как это сказалось на активности козы? Усталось нескольких. Да, она увеличила энергию. Если она увеличила энергию, что должно произойти? А то, что произойдет. Она прыгнет на следующую запицу. Таким образом, если взять и накормить электрон. А чем? О, нужно разбираться. Как накормить электрон? Что произойдет с электроном, если его накормить? А вот электрон нет. Куда? На следующий энерго уровень. Да, если есть электрон. Если есть свободная мера. Угу. Спасибо. Спасибо.